всем привет приехал зарядное устройство с алиэкспресса это 4 амперное зарядное устройство напряжением 84 вольта ссылка будет на него в описании ну и актуальную цену вы сможете увидеть там же вес данного зарядного устройства вместе с кабелем питания 1262 грамма мощность его 360 ватт заявленная снаружи то чё на него смотреть давайте заглянем внутрь посмотрим что они ну вот то что внутри этого зарядного устройства видно что плата выполнена очень-очень аккуратно два трансформатора большие мощные конденсаторы разобрала его не только для того чтобы показать вам что внутри мне предстоит заменить выходной кабель поскольку он идет вот с таким вот разъем xlr а мне его нужно заменить на разъем леново красный провод идет в предохранитель в разрыв ему идет уже не непосредственно провод который в зарядном кабеле ну и минус я так понимаю что припаян на плату номер 2 маркированное это место буквами DC ну и здесь в общем-то модель прописана что это 360 бар вот это вот мой новый кабель уже с нужным разъемом внутри два проводника сечение 18 авг смотрим по калькулятору на сайте allcalc.ru смотрим длину линии приблизительно полметра вводим мощность нагрузки 360 ватт напряжение сети 84 вольта коэффициент косинус фи он здесь для переменного тока свой какой-то да для постоянного тока ставим единичку допустимые потери по умолчанию пять процентов температура и вычислить получаем что сечение кабеля не менее 0 5 квадрата 18 авг соответствует площади сечения 0 82 соответственно под 4 ампера необходимые мне вот этот вот кабель подходит для проверки полярности нового кабеля нужно подключить в один из разъемов стандартное зарядное устройство чтобы система начала заряжаться питание контроллера включена теперь подключаем во второй разъем провод ну вот видим да что сейчас показания мультиметра положительные без знака минус значит получается очень интересная ситуация белый у нас минус черный у нас плюс ну что все сделать красиво и аккуратно нужно открутить еще два самореза у боковой крышки чтобы освободить вот таким образом и для начала освободить старый провод каким образом он фиксируется здесь такой симпатичный очень зажим который мне категорически не хочется терять вот он фиксатор и он проставляется вот в это отверстие на плате кстати при плюс и минус выхода маркированы вот плюс-минус черный провод у нас плюс белый у нас минус белый припаиваем на его положенное место после пайки нового минусового вывода убедитесь что он сидит плотно в месте пайки обязательно вот у меня здесь не хватает припой да нужно добавить чтобы припой был и на верхней части вот как вот видно на плюсовом выводе и проверить обязательно нужно чтобы в нижней части где торчит припой он не касался не сильно давил на вот эту вот картонную подложку до чтобы не дай бог он не короткнул на корпусе добавил чуть-чуть припоя и видно что он лежит правильно установлен для проверки правильности подключения внутрь разъема я вставил изолирующую вставочку включаем зарядное устройство и замеряем напряжение 84 вольта при этом центральный пин плюсовой боковой отрицательный то есть теперь можно удалить изолирующую вставочку и проводить уже зарядное испытание непосредственно на моем моноколесе колесо как вы видите практически разряжено зарядное устройство я подключил в разрыв плюсового провода подключен амперметр ну и давайте включим зарядку ровно 4 ампера что в общем-то совпадает с тем что заявляет производитель единственное что не сделал пока это не уменьшил скорость работ вентилятора если держать микрофон на расстоянии 50 сантиметров от вентилятора то звук ну он конечно есть но сказать о том что он какой-то адский мега громкий нельзя спать при таком шуме мне кажется сомнительно для того чтобы снизить шум вентилятора необходимо в разрыв либо плюсового либо минусового провода его питания установить какой-нибудь достаточно мощный резистор к моим прикидкам это будет резистор номиналом может быть 100-150 ом задача чуть-чуть понизить скорость вращения крыльчатки но при этом сохранить тягу понизить ее нужно для того чтобы исключить вой который будет обязательно присутствовать на максимальных оборотах после этого зарядное устройство можно будет оставлять даже в спальне благодаря алюминиевому корпусу даже не очень интенсивный воздушный поток будет достаточно для того чтобы отводить лишнее тепло финальным штрихом замены кабеля будет уже с установленной боковинкой фиксация кабелей в подвешенном состоянии для того чтобы они нигде не касались внутренних элементов в общем вот такое зарядное устройство ребят всем желаю быстрой зарядки всем пока в следующих видео в общем он он